Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, еще раз доброе утро. Мэр Риги Олег Буров у нас в студии, представитель партии «Часлужит Риги». Вот, может быть, такой вопрос, который интересует многих рижан. А что сейчас происходит вообще в Рижской Думе и работает ли она? Потому что, я так понимаю, что и вы из средств массовой информации узнали, что Рижскую Думу собирается распускать. Ну и, естественно, жители тоже. Время от времени появляется информация, что нельзя собрать кворум на заседание тех или иных комитетов. Что сейчас вообще происходит в столичном самоправлении? Может быть, с этого мы начнем. Доброе утро. Конечно, непросто, я не буду лукавить, непросто работать в такой обстановке. Но, тем не менее, конечно, Рижская Дума работает. Повлиять на эти процессы так... Ну, те персонажи, которые хотят нас распустить, не могут. И, несмотря на то, что, естественно, у меня отнимают все это тоже определенные силы и эмоции, тем не менее, мы работаем и активно занимаемся своими вопросами, решением всех проблем, рижан. И я скажу, я лично, мои коллеги, я прошу, чтобы все работали так, как будто мы будем работать долго, ничего не меняется, потому что так нельзя. Нельзя заканчивать работать раньше времени. Вы живете сейчас в неизвестности, вы ждете решения правительства, Сейма, если он подтвердит действительно распуск Думы в этом году и будет назначена администрация, которая будет курировать Рижскую Думу. Я думаю, что распуск в этом году Думы не будет 100%, это уже было понятно, нас просто пугали на все время, пугают. Я думаю, что это может произойти. Естественно, они примут решение, потому что если они решили, что они это определенные политики, решили, что нужно Думу распустить, это, конечно, случай беспрецедентный. И мы уже много раз говорили в вашей студии, что никаких оснований, ни практических оснований, ни юридических оснований на это нет. Но поэтому все вчера были удивлены, как вдруг, неожиданно для всех политиков правительства, появилось заключение госканцелярии, где написано, что все-таки так делать нельзя. Недостаточная аргументация. О чем, кстати, на заседаниях Сайма все время говорили представители администрации, канцелярии президента, представители юристы, юристы юридического бюро Сайма. Но их вот в этом порыве, в таком угаре, когда все говорят только об одном, давайте быстро Думу, быстро-быстро, может быть, еще уже 19 декабря отстраним. Все это принимаем быстро-быстро-быстро. Появился пор, давайте быстро сделаем, ну кто следующий, давайте, да. То есть, когда люди так делают, вот здесь и видно, что все-таки должна быть политическая ответственность за свои поступки, должно быть государственное мышление. Это не мышление, это, как говорил известный Николай Задорнов, это мышление. Ну, очень жаль, что так происходит, но наконец-то это услышали. Ну, вчера, как я понимаю, была коалиция, принято решение все равно уже двигаться, но не так быстро. Поэтому мы смотрим, бюджет мы принять, скорее всего, не сможем. Опять-таки, очень много неизвестных. Или 9 января, это четверг. Президент, я уверен, сразу же, первое, что делает, придя на работу 10 числа, это подпишет этот закон, да. Потом будет, соответственно, может быть, это затянется на неделю. Откуда у вас такая уверенность по поводу президента? Ну, посмотрите, как президент подписал закон про Рижский порт. Сразу же? Мгновенно. Сразу же, мгновенно. Хотя Рижский порт вообще к санкциям в отношении Лэмборга не имеют ни малейшего отношения. Разве что там жена работала, господи. Да, ну... Не, ну подождите, жена работала, я уверен, что и Лэмборг в Ригу приезжает регулярно, но это еще не повод, да. Ну, все-таки надо как-то держаться в каких-то юридических рамках и в здравом, имеет смысле. Мы коснемся чуть позже, но чуть позже, да. Поэтому сейчас непонятно, сейчас очень много вариантов. Будут выборы когда? Когда распустят Думу первое? Придет администратор. Как долго он будет работать? Когда будут назначены выборы? Выборы на сколько лет? На полтора года или на пять лет? Все-таки при всем вот этом процессе, мое личное мнение, пусть тогда выборы проходят на пять лет. Потому что сейчас устраивать предвыборную гонку, распустить Думу, устроить предвыборную гонку на полтора года, ну, знаете, это ничего не даст. Я уже много раз говорил, что это будут обещания политиков, потом это будет критика других политиков, которые перед этим были, когда зайдут, и сразу же предвыборная кампания. Поэтому если уже выбирать, то, на мой взгляд, выбирать на пять с половиной лет. Но то, что эта кампания будет так или иначе короткая, и то, что меня смущает, я не знаю, вот как вы думаете, Лабика, очень большой опыт наблюдать, скажем, и видеть предвыборную кампанию как парламент, так и муниципальные выборы. Мне кажется, что поскольку временно предвыборную кампанию мало, будет белая или черная, будут пытаться идти на абсолютный популизм, на абсолютную демагогию, на абсолютно пустые обещания, и будут просто оболванивать народ. Мы сто процентов этого делать не будем. Я могу в очередной раз сказать, городским партиям и вообще тем, кто претендует, муниципальные выборы, нельзя быть популистами, потому что это очень легко проверить. Как вы относитесь к инициативе латышской партии? Так называемые латышские партии уже говорят о объединении в случае досрочных выборов Рижскую Думу, что якобы, если вы пойдете отдельным списком от согласия, как вы уже анонсировали, то будут ваши две партии и те, которые уже присутствуют в Рижской Думе в качестве оппозиции, они объединятся и будут выдвигаться единым списком? Ну, если они решили, что они будут объединяться, и, как я понимаю, над них давит коалиция, правящая в стране, если они будут объединяться, то пусть объединяются, мы с вами на это повлиять не можем, мы не можем ни присоединиться к ним, я думаю, что очень вряд ли, и не можем заниматься антирекламой. Но я просто что думаю? Что объединяются партии, консервативная партия, партия национального объединения, партия новая консервативная партия, национально-консервативного толка. К ним приходит Венутыба, которая по своей сути, я не говорю по тому, как по риторике господина Кирсиса, председателя правления, ой, председателя правления, председателя фракции Венутыба. Но Венутыба по своей сути это партия чиновников, да, партия чиновников, партия, может быть, среднего класса, как в свое время было Латвия-Сцельш, и сейчас они объединяются с новой консервативной партией, которую вряд ли этот электорат поддерживает, которая всегда говорит, всех нужно уволить, министерство сократить, и все. Я думаю, что Венутыба при таком объединении сильно потеряет свой электорат. Куда он двинется? Ну, посмотрим. Я думаю, что часть из них уйдет в Латвию-Сцель. Ну, да, ну, может быть, это другая тема, да, так сказать, больше, наверное, для каких-то политологических анализов, но, может быть, в этом есть своя сермяжная правда? Они голосуют теперь одинаково, да, партия, как вы сказали, чиновников, ничем не отличается в голосовании всеми от новых консерваторов. Вы абсолютно правы, вы абсолютно правильно сказали, да, то, что я говорил, это тема политологии, почему у нас объединяются партии, и вообще играет ли у нас какой-то толк, партия либеральная, она или консервативная, потому что у нас от ярых либералов до ярых консерваторов все объединились в одно правительство, да, но по своей сути, на самом деле, мы видим по конкретным депутатам в Рижской Думе, они, консервативная партия Венуты, ибо голосуют одинаково. Мы видим в правительстве, под каким влиянием господин Каринч, представитель Венуты, ибо под каким влиянием он оказывается консервативной партией. Многие решения, которые принимает правительство, о которых мы вот уже успели с вами поговорить, о которых мы еще поговорим, это ясно, что принимается под давлением консервативной партии. Это неплохо, нехорошо, это грустная реальность. Да, вот еще такой вопрос, который очень часто задают нам радиослушатели, вообще рижане, они говорят, что хорошо, Сейм принимает закон о распуске Рижской Думы. Допустим, президент его тоже подписывает, но мы знаем, что об этом говорили все юристы, любой депутат распущенной Рижской Думы, даже не только депутаты Сейма, могут обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить вообще конституционность этого решения. Но парадокс ситуации в том, что обращение в Конституционный суд не останавливает неочередные выборы. И получается какая-то такая странная ситуация, когда Конституционный суд спустя, не знаю, там полгода, вдруг констатирует, что, вы знаете, и в принципе мэр это Риги неправильно сняли. Незаконно, да. Да, а вот уж Рижскую Думу распустили совсем незаконно, тем более, что очень смешно за вывоз мусора, который вывозится. И что теперь дальше делать? Нет ли в этом какая-то ситуация? Мы понимаем, что по закону предусмотрена процедура Эдхо, где можно все-таки просить срочного рассмотрения Конституционного суда, но мне кажется, что ничего не получится, да? Ну да, есть определенная подача документов в Конституционный суд, и просто так нельзя подать это заявление. Абсолютно правы, что в принципе можно подать эти документы, но на самом деле это... В данный момент это то же самое, что сейчас судебный процесс Ушаков против министра Варам по поводу его отстранения, когда это закончится, когда будет этот результат, и насколько это повлияет, уже ни на что не повлияет, да. Это уже будет процесс, который пройдет через пару лет. Но заключение Госканцелярии о недостаточной аргументации по поводу Роспуска Рижской Думы, незаконности, нарушении законов, оно как-то может помочь, не знаю, воспариванию? Давайте посмотрим. Не хочу сейчас в студии говорить и учить, а вдруг нас слушает кабинет министров, а вдруг Каренша сейчас везут на работу, не знаю, рано ли его так везут, да, и он сейчас слушает радиоболтком, да, и придет и что-то будет делать. Вот давайте посмотрим. Пусть они сами справляются со своими делами, которые они напридумывали, а мы посидим и посмотрим, как сегодня пройдет заседание кабинета министров, как дальше будет двигаться этот проект, мы все сидим, замечаем, смотрим. Естественно, они не способны сейчас правительство отменить это решение, которое они приняли. Уж больно хочется войти в историю и показать, вот я крутой, я это сделал, мы сейчас отстранили Думу. Еще раз, да, когда я, в чем я согласен с оппозицией, когда они, начиная с 17-го года, говорят, вы прошли в Думу через угольное ушко, я не буду спорить, 32 депутата от позиций, которые были избраны от блока Сасканя и ГКР в Думу, это, конечно, очень хрупкий перевес, очень хрупкий перевес, но в то же самое время это как в спорте, можно играть-играть, ничья, потом дополнительное время, а потом булиты, и по пенальти ты чемпион мира, да, вот так и в спорте, да, и то же самое здесь, и это тоже угольное ушко, да, но у тебя золотая медаль, да, то же самое и здесь, и надо признать свое поражение. И как мне когда говорил Мартинш Бондарс, когда вот этот был призыв, помните, гажем Нилу, да, когда он говорит, я как бывший спортсмен, подожжал и пожал руку Нилу, я признал свое поражение. Но если вы признали свое поражение, ну тогда и работаете 4 года, накапливаете, наращиваете мускулы на то, чтобы через 4 года выиграть в новом соревновании. Нет, не хочется, хочется, используя административный ресурс, поломать всю систему и забраться на этот пьедестал. Ну, знаете, это уже, проводя ассоциации, которая начала со спортом, это уже вот, как вроде бы, как допинг, за это можно лишить и медали. Вот, кто ее будет лишать и кто эти медали дает, а все очень просто. Несмотря на все это, эти медали дают избиратели. Я могу сказать одно, мы готовы идти на выборы. Отдельный список? В партии «Честь служителей» Ге. Вчера прошло правление партии, вчера мы приняли следующее решение. Первое, мы идем на выборы. Второе, лидером списка является председатель Думы, мэр, ну то есть я, Олег Буров, и мне поручено готовить список кандидатов в депутаты. Все. На этом все закончилось. Если у нас решения наши на этом закончились, и других решений нет. Если какая-то из партий захочет присоединиться к нам, войти в наш список, то этот вопрос мы будем рассматривать отдельно. В противном случае вы пойдете самостоятельно. Мы идем самостоятельно, но если кто-то обратится к нам, мы хотим прийти. Или, например, придет один из данных. Например, на сегодняшний момент я переговорил с одним известным членом, активным членом одной партии, который готов идти по нашему списку. Эта партия не представлена в Рижской думе, и вряд ли не будет представлена в дальнейшем, но он готов идти именно от нас со своей отдельно программой, со своими взглядами. Его полностью устраивает наша программа, и мы готовы, представители партии Андрес Америкс подпишут с ним договор, где мы обязуемся выполнять его пункты. Он, соответственно, выполняет наш пункт. Пока вы его не назовете. Я не хочу сейчас называть фамилии, немножко подождем до начала января, потому что если мы идем с вами по графику где-то 27-25 января, надо сдавать списки, тогда вы увидите публично эти списки 13 января. До этого мы хотим, конечно, провести еще соцопрос, смотрим, я не хочу пока называть, но мы активно работаем, чтобы на списке появились новые люди с хорошей узнаваемостью, и не просто люди, которые дадут узнаваемость, и на этом все закончится. Нет, те люди, которые будут работать в команде. Для меня очень важно, чтобы люди, которые придут в список кандидатов-депутатов, и я надеюсь, те, которые будут избраны потом из них, я надеюсь, чтобы их было больше, конечно, чтобы они все работали как одна команда. Вот это очень важно. Будет ли в списке профессора Байба Розентала на днях появилась информация о том, что она покинула ряды и согласия? Да, Байба Розентала ушла из Сасканя, она выражала желание уйти из Сасканя и перейти к нам уже давно, начиная, скажем, с лета или середины лета. Она написала заявление, она сама пришла, ее никто не уговаривал. На сегодняшний момент у нас нет никаких возражений. Во-первых, она будет продолжать работать председателем комитета по социальному, да, сейчас до распуска Думы. И да, если у нее будет желание идти в список, я думаю, что такое желание будет, она будет включена. Что будет с бюджетом города? Я думаю, что это тоже всех волнует. Очевидно, что если так дальше пойдет, то Рижская Дума до распуска не успеет его принять. Ну или начнете вы его рассматривать? Да. Мы уже начали его рассматривать, уже прошли комитеты. На некоторых комитетах, например, комитет по вопросам имущества, просто было связано с тем, что мы не могли из-за форума принять бюджет. Господин Турлайс был в командировке. То есть, его возвращение к Богу будет, да? Мы завтра планируем принять бюджет, принять бюджет, проект бюджета Департамента имущества на комитете. Мы планируемся на этой неделе принять на комитете транспорта, на комитете среды и жилища. И все подготовим на то, чтобы его можно было рассматривать на бюджетной комиссии. А премьер Каренч очень переживает за вас. Вчера прямо в интервью сказал, что ну, форум не можете собрать-то. Да. Когда у меня был разговор с господином Каренчем лично, потому что он как-то проигнорировал возможные встречи, как вы знаете, я встречался с президентом, я встречался со многими министрами. И это были не протокольные встречи, это были дзерловые встречи. И господин Каренч мне тоже вначале обещал сразу же после праздников, после 18 ноября, после принятия госбюджета, встретиться. И потом, когда ему задал вопрос, он сказал, а имеет ли смысл? И можете ли вы вообще собраться и обеспечить кворум? Я говорю, ну, а вам тоже, наверное, не просто в коалиции? Вот, он сказал, что уже хорошо. Ну, если подчиняться только одной партии, которая называется консервативной партией, и просто идти вперед, несмотря на рекомендации юристов, и просто вот работать в таком одном партийном порыве, причем порыве не своей партии, то тогда, наверное, все хорошо. А как, кстати, вы ведете переписку с премьером или с министерствами? Это электронная почта, это звонки, это секретарь, посредством чего, допустим, он вам сказал, что сейчас работает в коалиции, мне хорошо. Я несколько раз на прошлой неделе говорил по телефону с министром культуры. Я вчера где-то очень вечером уже после работы общался с государственным секретарем Министерства культуры по телефону. Мы общаемся, ну, как, есть встречи протокольные, когда ты договариваешься, бюро, приходишь, или к тебе приходят министры, или ты приходишь, ты говоришь. Ну да, официально, а есть личные коммуникации. А есть личные коммуникации, то есть у меня телефоны есть практически всех министров мобильные, можно звонить, говорить. То есть в данном случае эти отношения, они формальны, я ничего не могу сказать, да, и при всем, может быть, разных взглядах на жизнь с министром транспорта, но у меня за это время много прошло встреч, и я не могу сказать, что мы говорили, мы говорили не о политике, не о жизни, а говорили о конкретных деловых вопросах. У меня была очень хорошая встреча с Илзой Винкелой, министром здравоохранения, по конкретным вопросам, с министром благосостояния, и я скажу, я очень удовлетворен встрече с министром иностранных дел, господином Ренкевичем, мы поговорили, очень была прагматичная встреча. Вот, поэтому, что я хочу сказать, сейчас вот, ну, да, господин Кариньша, эти вопросы, эти вопросы сейчас игнорируют, посмотрим, что будет. Вот, что касается, действительно, бюджета, очень часто, мы слышим сейчас, в последнее время, и в СМИ, сетывание на то, что бюджет Риги будет очень тяжелый в следующем году, вы уже в свое время в эфире чуть-чуть там обрисовывали ситуацию, тем не менее, очень многие горожане недоумевают, когда слышат, вот вчера, по-моему, прозвучало, что нет денег там на ремонт из школ и детских садов, эту сферу вы очень хорошо знаете, поскольку долгие годы как раз занимались тем, приведение в порядок школ и детства, а что, собственно, произошло. Да, денег будет меньше, но у нас в стране... Когда господин Каринч стал беспокоиться, как вы говорили, что у нас с Кворумом, лучше бы он побеспокоился от тех 38 миллионов, которые отобрали у Думы, который просто реально называется штрафом, да, о чем я говорил уже очень много раз, да, это покупка троллейбусов, автобусов, трамваев, да, покупка нового транспорта, которые прошли, это основные средства, которые нужно, скажем, показать в бухгалтерских отчетах в следующем году, и вот эти появились 72 миллиона, вот половина из них, примерно это 38 миллионов, о которых мы говорим. Не было бы этих 38 миллионов, убранных, тогда вообще бы не было никаких проблем, 38 миллионов, нам нужно, мы нашли часть, нужно снизить на 19 миллионов, сейчас посмотрим, что будет, потому что довольно хорошо пополняется в кассе подоходный налог, и конкретная цифра, с чем мы закончили этот год, на что мы можем выйти, я могу сказать, в начале января, где-то 3 января, но в первых буквальных числах января будет понятно. Пока мы идем на то, что, да, бюджет инвестиций, он будет, фактически инвестиций пока не планируется, из больших таких ремонтных работ, но неважно, инвестиции не планируются, но это не значит, что мы не будем проводить капитальные работы. Говоря о департаменте имущества, зданиях, это 500 новых мест в детских садах, в новых отремонтированных зданиях, которые мы путем оптимизации освободили, здания, которые построены в советское время, как детские сады. Это 500 мест к 1 сентября, это 5 миллионов. Дальше. Порядка 3 миллионов будет выделено на мелкие ремонтные работы в детских садах, в школах, в социальных объектах, в объектах культуры. Это очень мало, это очень мало, но вот это пока все. По транспорту будут продолжаться работы по Дегловскому мосту, будут продолжаться работы по Брасовскому мосту. Сейчас вы, конечно, если радиослушатели мне скажут, ну что ты говоришь, какие работы продолжаются, если там ничего не происходит. На сегодняшний момент происходит активная работа в разработке проекта. Нельзя начинать что-то делать без проекта. Я могу сказать, абсолютно критический и четко 10 миллионов, которые до этого были запланированы на ремонт моста. Это было абсолютно неправильно, это было абсолютно дорого за то, чтобы за эти 10 миллионов, за этот так называемый ремонт получить этот продукт, который бы не соответствовал ни всем требованиям, всем требованиям. Не такой большой этот мост, он же маленький, Брасовский мост, для того, чтобы платить такую сумму. Это должна была быть гораздо меньшая сумма. Поэтому это решение мы прервали, мы немножко изменили структуру строителей, да, продолжает работать генподрядчик Кауни-Тылтай, это литовские строители с большим опытом компания, но они работают сами без множества каких-то невнятных субподрядчиков. То есть они реально сами ремонтируют? И сейчас они занимаются разработкой проекта нового моста. Как все это будет проходить? Часть будет снесена моста и построена постепенно вдоль половины моста. По ней пойдет трамвай и потом будет снесена другая часть моста и построен мост. Вот где-то в январе, первый срок был 16 января, посмотрим, когда это будет сейчас, но в январе мы узнаем цену и узнаем сроки, когда это будет все начато и закончено. То есть для этого необходимы деньги. Гибрасовский мост. Дальше будет ремонтироваться улица Бруненеку, будет ремонтироваться наконец-то улица Чака и Мариес. Вот это большие, да. И мелкие ремонтные работы по другим улицам, они тоже будут, конечно, происходить. Вот это основное. Дальше то, что я говорил, начнется зеленая так называемая программа, где больше будет выделено денег на посадку деревьев, деревьев на улицах, на дорогах Риги. Причем это будет не только центр, но и так называемые, как говорят, спальные районы, новые районы Риги. И начнем новую программу по реновации парков Риги, где будем постепенно ремонтировать парки. Говоря только что о ремонте моста, вы сказали литовской компании. Почему, кстати, предпочтение отдается им, допустим, не местным сотрудникам? Это конкурс, извините. Нет, я понимаю, да. Это конкурс, в котором участвовали, да, другие мосты, Дегловский мост, это тоже они, да, но в других мостах работают. То есть, наши в этом плане не конкурентно спали? Нет, почему? Ну, просто, если наши компании тоже активно работают на литовском рынке, очень активно, и мы очень много строим тоже в Литве, да. Поэтому это конкурсы. Что меня волнует, вот я скажу честно, меня волнует и на сегодняшний момент, скажем так, не очень активная позиция Департамента сообщения по освоению европейских денег. Я очень боюсь, что мы можем дать повод Министерству сообщения, транспорта, отнять у нас деньги на Восточную магистраль. Потому что вот процессы, которые там происходят, я регулярно контролирую все эти вопросы, но мне все время отвечают. Мы проверяем, мы проверяем. У меня впечатление такое уже, ну, как я вам скажу, не как у мэра, как у человека, который очень много в своей жизни занимался вот такими большими проектами, что темп, он не столь, он довольно замедленный, да. Мы находимся на грани сейчас с деньгами по, это, Твайку, Парвац, переезд в районе Вестура и Твайку соединить, он называется, или кто-то его называет, Мангалю Парвац, или Скултес Парвац, потому что там сейчас жалоба подана, на этой неделе будет решение Эперкома Узраудибызбюро по закупкам о том, кто выиграл, и если решение комиссии останется в силе, то тогда, может быть, мы успеем, если нет, но я не знаю, как все это будет происходить. Я думаю, что мы на грани, и учитывая то, что надеяться на какую-то лояльность Министерства сообщения не приходится, я очень боюсь, чтобы эти деньги не были отобраны, в отличие от этого, поэтому я сейчас очень четко контролирую, я буквально запрашиваю информацию, которая происходит там каждый день, но вот эта работа, я не могу сказать, что до конца работа Департамента транспорта, она налажена. В то же самое время Департамент имущества очень активно осваивает свои европейские деньги по двум школам, это пристройка к Золе Туцкой классической гимназии, лабораторные корпуса, которые должны быть тут открыты 1 сентября, и строительство нового корпуса в английской гимназии на улице Звардес. Вот возвращаясь все-таки к порту, объясните, а что сейчас будет с Иршским свободным портом, потому что, опять-таки, что нам говорят те, кто все это задумал, этот захват порта, они говорят, ну, не будет там представителей самоуправления, а что на самом деле будет происходить сейчас с Иршским свободным порт. Как вам кажется? Ну, это такой рейдерский захват государства, дальше я не хочу производить, проводить, конечно, теорию великих заговоров, но вот наша практика, наши прецеденты того, что происходило в Латвии, говорят о том, что ничего просто так не происходит, создается централизованное, будет акционерное общество, новая какая-то компания. Я думаю, что сейчас произошло просто все концентрируется в руках государства, я не удивлюсь, что через какое-то время нам очень умно скажут, вы знаете, должны быть частные инвестиции, будет что-то, что произошло в своей национальной авиакомпании, которая стала частично частной. Я думаю, что это очень может произойти. Вот, и таким образом определенные люди решат вопросы сразу же по двум портам, да, и очень возможно, что те политики, которые сейчас громко об этом кричат, они просто инструменты в руках этих бойцов невидимого фронта, которые нам пока не видны. Но еще раз, я просто так думаю, просто у нас на самом деле в нашей жизни очень было много, в нашей латвийской политике было очень много таких прецедентов. Это было абсолютно неожиданное решение, потому что с одной стороны, с другой стороны, чему удивляться, потому что у той же консервативной партии, это было в программе партия, взять контроль, над портами. Сейчас получилось, вот создалась такая благоприятная возможность, да, Ленберг вошел в список, началась компания зачистки, ну и теперь посмотрели, ну вот надо использовать, и добавили к Рижскому порту, к Венсполскому порту Рижский порт, да, Лепайский пока оставили. Вот и все, да. Ну хорошо, вы были председателем управления, я был председателем управления до пятницы, и был исторически создан очень хороший баланс, 8 человек, 4 представителя государства, 4 представителя самоуправления, ни один, ни другой не мог решить без поддержки, потому что 4 на 4, нужно было заручиться в любых вопросах решением поддержкой или государства, или самоуправления, поэтому в принципе фактически это был принцип консенсуса, по большому счету зачастую, да, Рижский свободный порт находится на территории Риги, часть земли была отдана, была отдана, была отдана порту, да, сейчас возникает вопрос, как это будет дальше, потом порт не может, конечно, функционировать отдельно от города, это вопросы, вопросы, экологии, вопросы общего развития территории, поэтому было вполне логично, когда порт участвовал во многих вопросах, это же, это не просто, когда порт участвовал, например, в празднике Риги и показывал себя, да, это очень было много вопросов совместных, совместные проекты, да, где был порт и город, сейчас, конечно, при том, что город исключен с этого процесса, ну, да, нас дистанцировали, как это будет проходить дальше, я думаю, что дальше будет в известной мере известная конфронтация, потому что это уже не совместное предприятие, мне очень жаль, что так происходит, посмотрим, как будет, на четверг, на послезавтра у нас планировалось принятие бюджета порта, что сейчас будет приниматься, ну, вот буквально у меня такая, будем говорить, еще одна встреча через 18 минут с председателем правления порта, посмотрим. Надеемся, пожалуйста, наушники, да, примем звонок. Да, давайте, будем принимать звонок. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, Андрей. Доброе утро. А вот смотрите, есть такая презумпция невиновности, да, вот пока нету суда, человека не могут обвинять ни в чем. То есть, вот на сегодняшний день получается, что Штаты Соединенные эту презумпцию полностью нарушили, а вы как насчет этого думаете? Да, и ведете ли вы, вы уже бывший член правления порт, какие-нибудь консультации с юристами по этому поводу? Нет, мы с юристами, мы тут ничего сделать не можем, мы можем говорить, о чем мы говорили в первой части нашей передачи, о Рижской думе, об отставке Рижской думе. Есть на Рижской думе, да. Может быть, если будет время, я скажу отдельно, мы собираемся обращаться в Конституционный суд по мусору, вот я потом скажу об этом, да, по порту нам трудно, что-то оспорить, да, но вопрос радиослушателя по презумпции невиновности, он абсолютно к месту, потому что я думаю, что он касается вообще не порта, он касается всего, да, то есть вопрос включения Лэмборга в список, это один вопрос, да, но вопрос о том, что мы признаны виноватыми в вывозе мусора, в кризисе мусора, которого реально нет. Я встречаюсь с послами, и послы иностранных государств меня спрашивают, а в чем у вас дело? В чем у вас, в чем у вас кризис? Объясните, я говорю, вы, проезжая по улицам города, вы видите мусор? Нет, не видим. Вы были когда-то в Италии? Мне вчера посол, один из послов, с которым я вчера встречался, сказал, я работал несколько лет в Риме, о, да, я видел, что такое забастовки мусорщиков и кризис, весь Рим был в мусоре, а у вас нет. И они мне задают вопрос, а почему у вас такая ситуация? То есть люди не понимают, вот эта презумпция невиновности, она очень нарушена, да, то есть, как я уже говорил в одной из передач, ну, если очень хочется, то можно. Вот по такому принципу у нас сейчас происходит политическая жизнь. Если очень хочется отстранить Рижскую Думу, то можно. Если очень хочется получить, прибрать к своим рукам, по-другому это никак нельзя назвать Рижский порт, то можно. Следующей будет Венспилтская Дума, естественно, потому что с Венспилтсом обязательно надо бороться. Тоже надо распустить. Да, ну, я думаю, что это будет естественно, создаётся прецедент, да, это большой поступок распустить столицу, мэрию, распустить депутатов, столица. Одно из европейских столиц. Это поступок. Кто-то с этим войдёт в историю. Ну, что случилось с банковским бизнесом, мы все сейчас наблюдаем. Я так понимаю, что следующий на очереди видимо транзит, да, потому что транзитёры, я думаю, сейчас вообще не понимают, а что происходит в портовом хозяйстве. Вы абсолютно правы. Мне уже в пятницу управляющий портом говорил, что ему звонят иностранные компании, спрашивают, а вообще можно к вам корабли двигать, потому что может быть нам менять быстро порт, потому что у вас тут санкции, мы не понимаем, про Ригу, не про Венсполс, про Ригу, они уже не понимают. Хотя Рига не имела... Я уверен, вот это наш менталитет, это наше национальное вот такое... Что, перестраховываться? Не перестраховываться, а вот публично что-то вот такое сделать, себя высечь, показать. А цель – это местные разборки. Цель – это местный передел власти. Цель – это достижение местных своих локальных интересов одной или второй партии или одной или второй стоящих за этим каких-то хозяйственных групп. А то, что этот груз пойдет из Венсполса и из Риги в Клайпиду или вернется, мы все время боремся за российский груз. Потому что Россия уже давно сказала, наш интерес, чтобы все грузы шли через порты Санкт-Петербурга. Но дело все в том, что политическое решение России, естественно, оно есть, оно известно, но порты замерзают. И только благодаря этому мы еще и благодаря все-таки каким-то отдельным таким встречам, да, мы очень активны на самом деле общаясь тот же порт с представителем Министерства транспорта России, с портами, с теми фирмами, которые занимаются грузами, с теми то же самое касательно Белоруссии. Это очень тема, где мы на самом деле, несмотря на все наши холодные отношения с Россией, очень активно. Сейчас мы все это отдаем. Сейчас мы делали все, что мы публично показали. Посмотрите, что делается с банковской сферой. Мы публично на всю Европу показали. У нас тут кошмар, что происходит. У нас тут такие и такие вещи. Я думаю, в банковской сфере над нами вся Европа смеется, потому что такие скандалы происходят у всех. Посмотрите, что рядом происходит у наших соседей Эстонии. Тоже скандалы, даже побольше, с незаконными операциями денег. Но они как-то это все локализуют у себя и все остается. Нет, мы насильно публично показываем всем. Всех это устраивает в Европе. Есть такая плохая Латвия, которая на себя повесила вот эту табличку «Мы самые плохие в банковской сфере». Сейчас мы боремся с Лембергом, мы перетряхиваем все два больших порта. Всех это устраивает. Конкуренты наши не будут стоять на месте. А самое интересное, что в отношении Лемберга это были приняты не ежедародные санкции, а только американские. Но этого оказалось достаточно. Я думаю, что мы очень помогли принять эти санкции. Еще звонок примем. Так, вторая попытка. Доброе утро. Слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Хочу заранее ответить за свой вопрос. Господин Буров, я так же, как и вы, работаю на двух работах, по причине, что мне не хватает средств для моей жизни. А вы можете озвучить, сколько ваша основная зарплата, если мало ли это нескромно. И сколько вы подработка на второй работе в Порту. Еще, когда вы приходили на свою должность, вы говорили, что слишком много работы вам оставил предыдущий решательник. Хватает ли вас на две работы? Или может сосредоточиться на работе в Рижской Думе и не трогать финансы спорта? И еще, пожалуйста, один вопрос. Моя версия. Мне кажется, что Рижскую Думу надо распускать. И почему нужно? Потому что мы так и не поняли, что нас с этими громкими уголовными делами по Рижской Думе. Наверняка сейчас будут какие-то разборки. И то, что вы являетесь сейчас мэром в кавычках с чистильщиком, я думаю, вы просто прикроете эти уголовные дела и они захочутся ничем. А если власть сменится, у нас есть шанс реальных воров посадить за то, что они разворовали наши деньги. Спасибо. Пожалуйста. Начнем с конца. По поводу воров, чистильщик, я не чистильщик. Я никогда это не говорил. Я фильм Никиту смотрел, мне он очень нравится, но я не чистильщик. Я ни за кем никакие трупы не подбираю. Это первое. Да, я во многих процессах работаю как пожарная команда со своими сейчас людьми. То же, то, что, например, касается мусора. Мы многие вопросы решаем в аварийном порядке, как я работаю как кризис-менеджер. И я не жалуюсь, я привык так работать и я думаю, что в таких условиях я нормально ориентируюсь. Это первое. Второе. Я никогда не говорил, что мэр мне оставил много работы. Любой мэр, уходя, оставляет любому не пустой стол, а много работы. И это нормально. И это нормально. И в данном случае это не критика. Это очень только триковато. Это любой, любой человек много работы. Я не знаю, чем занимается радиослушатель, да, я тоже надеюсь, что он тоже много работает. По зарплатам. Когда я работал директором, во-первых, мне не нравится слово подработка, всегда исторический. зарплата мэра, могу сказать, у меня сейчас я получаю зарплату меньше, чем я получал директор, как директор департамента. Потому что директор департамента получает доплату порядка 40 процентов. Может, даже больше директор департамента получает работу в каких-то комиссиях, которые являются платными. Плюс я еще был членом совета автовокзала, и у меня зарплата выходила заметно больше, чем сейчас зарплата мэра. Зарплата мэра примерно на полторы тысячи меньше, чем зарплата министра. И фактически, я думаю, и поэтому исторический во все годы, во все годы, как был только создан свободный порт, мэр, вице-мэр, они были членами порта. Неважно, это были или Берзинш, или Аргалес, или Биркс, или Аксенок, все они были, или Бойерс, они были все председателем или членом правления порта, потому что это давало примерно вторую зарплату, такую же, как у мэра. Я стал членом правления, председателем правления порта в августе, закончил быть сейчас. Это серьезный вопрос. Если мы говорим об объеме, я считаю, что мэру, вне зависимости от того, кто будет мэром, в первую очередь, мэру, конечно, вице-мэром, надо зарплату приравнять к зарплате министра, потому что по своей сути, по важности, да, мэр столицы, он приравнивается к должности министра. По обязанностям и по объему работы это даже большая должность, чем должность министра. Разговоры другие, я очень часто слышу, вы и так, и там по-другому заработаете. Вы отвечаете на вопрос на название одной цифры. Сейчас, я думаю, слушатели интересовали конкретные суммы. Цифры можно посмотреть в виде службы госдоходов. Службы госдоходов. На бумаге это 2 900, на бумаге это 2 900, 2 900 евро. Вот и все. И если говорить про порт, то это около 40-45 тысяч евро в год. Я не складываю, сколько 40-45 тысяч евро в год, если мы говорим про порт, это примерно такая же зарплата, она была понижена. Я уже получал пониженную зарплату ниже, чем она была у других. Если мы говорим про регасатекс, я просто, я не считаю, я думаю, что цифры своей зарплаты называть немножко неэтичные, спрашивать такие вещи немножко неэтичные. И когда вы мне сейчас сказали, что я не сказал свою цифру, я же не спрашиваю, девушка, какая у вас зарплата. Нет, я только повторила вопрос слушателя. А я только повторяю вашу реплику, когда вы меня перебили. Да, я советую всем войти в вид ГУФЛВ, и там можно посмотреть любого должностного лица дохода и конкретно где он получает что. Говоря про регасатекс, я не прокуратура, я не КНАП, поэтому фраза, которую, как сказал радиослушатель, что можно там замылить или как-то эти скандалы, она не имеет никакого отношения. Она не имеет никакого отношения. Дело было оперативное, год тому назад оно было передано в КНАП, КНАП, наверное, передал уже в прокуратуру, и дальше это абсолютно Криджеской думе не имеет. Я не имел отношения и партия. ГОТС КАЛПУТ РИГА не имела отношения к этим скандалам. Господин Америкс не являлся ответственным за предприятие Ригасатексме, никогда им не был, он же не являлся ответственным за предприятие Ригас, но порвал ДНИКС не за центральный рынок, это те предприятия, которые сейчас довольно известны, тоже публично в каких-то скандалах. Поэтому мне не за что краснеть, мне не за что, мне не о чем говорить, что что-то мы не знали, мы не сделали. Я знаю, как изменить сегодняшнюю ситуацию, я ее меняю и в отношении Ригас, нам порвал ДНИКСа. Я думаю, что распуск Думы он ничего не даст. Придут, например, ну хорошо, мы будем в оппозиции, придет господин Кирсис, будет мэром, и будет в первую очередь первые полгода вам рассказывать о том, что всех нужно посадить, всех нужно арестовать, все очень плохо. Ну посмотрите, мы же никогда не слышим конкретных предложений, что нужно сделать. Поэтому мы знаем, что нужно сделать, мы знаем, что нужно изменить, и мы это сделаем. Может быть, такой последний вопрос. А вообще, что касается выборов, вас уж вы заговорили, а кто избиратель честь служит Риге, потому что раньше все было относительно просто, был единый список согласия, честь служит Риге. Ну, в принципе, представляли, кто избиратель этого объединения и видели результаты. Что сейчас? Я думаю, что избиратели Риги это рижане, которые не слушают, на которых не действует брутальный популизм. Это те люди, которые смотрят на хозяйственные отношения, тем, которым надоели политическая одна риторика, те, кто хотят конкретные хозяйственные действия. Да, нам пора заканчивать. У нас сегодня в гостях был мэр Риги, Олег Буров. Спасибо, что пришли. Спасибо вам.